друзья привет полюбуйтесь какая стыдоба пиар в россии выходит на новый уровень такие новости даже показывать то стыдно мэр братска навестил многодетную семью сразу обращаем внимание на первые кадры мэр вышел вот из этого крузака с личным водителем насколько мы видим водитель остался на водительском сиденье приехал барин значит куда-то на окраину и тебе малыш привет разбирал почту и уже вечером увидел в почте ваше обращение бросил в глаза то что большая семья семья детей и вы доброжелательным то ли абсолютно тактично просите искать возможность такую коляску санки трансформеры ну я конечно же ну что же семья такая интересная мэр братска привез в семье санки коляску а детям по шапке да не по какой-то шапке а шапки с буквой z а таких шапках дети мечтали интересно как мыслили пиарщики мэра так нужно сделать пиар ролик как мэр помогает простым людям о а давайте запихнем пиар в пиар давайте вместе с колясками подарим шапки с буквой z чтобы одно сразу и другое и мэра попиарим и z попиарим о серёг а это ты ловко придумал давай мы сами из братска у нас многодетная семья семь детей муж тоже работает я в декрете сейчас работала в 18 школе я вижу что все так красиво с красивыми там вот саночками мне хотелось тоже нам просто не не одолеть я там смотрела да вот такие вот прямо такие вот и хотела я написала письмо мэру за помощью и через два дня мэр сам лично приехал к нам и вручил самки спасибо огромное там какие я хотела спасибо посмотрите на лицо этого пацана сразу видно что шапка ему очень понравилось он посмотрел на своих братьев и думает да всегда такой мечтал многодетная семья в россии муж работает мать сидит в декрете и они не могут себе позволить купить коляску мэр может себе позволить крузак с личным водителем а семья коляску себе позволить не может но хотя сейчас в россии есть вариант и как раз шапки с буквой z в тему папка может поехать в украину заработать там вот столько и купить детям и коляски и шапки с любыми логотипами и даже возможно на белую гранту хватит это же полюбуйтесь сызрань в сызране реконструировали курску битву с картонными танками десятилетия курска битвы станет важным событием 2023 года уже сегодня в сызране этому ключевому сражению великой отечественной войны уделяют особое внимание школьников как проходит погружение сложнейший эпизод истории страны увидела наталья гельманова реконструкцию организовала общественная организация сплочения и ее председатель мундеп единород сергей иванов и самое интересное знаете на что вы сейчас посмотрели это не просто реконструкция эта реконструкция которая стоила 2 и 2 миллиона рублей да друзья мы несколько картонных танков и форма которую можно было легко взять в музей все это стоило вот столько конечно мероприятие рассказали в новостях растрезвонили распиарили где только можно вот хотели они реконструировать курскую битву а показали как правильно распиливать бюджет а это же главный патриот страны путин путин рассказывает что российское пво это одно из лучших пво в мире мы не будем вспоминать энгельс всякое как говорится бывает и на этой встрече губернатор белогородской области рассказал путину страшные цифры оказывается что с 24 февраля в белгородской области это россия было 25 человек и 95 человек получили ранение несомненно это цифра страшно даже если мы говорим про одного человека это уже трагедия а здесь 25 человек но путин сидит довольный но у нас то пво хорошее могло быть жертвы больше белгородская область которая не является территорией конфликта там по 25 человек а на донбассе за двадцать первый год 7 за 2020 год на донбассе 24 за 2019 год 26 я сейчас говорю про мирных жителей то есть на территории которую восемь лет никто не бомбил меньше чем за год по 25 мирных жителей а на территории которую как говорит путин пришли освобождать и которую бомбили там цифры получились сопоставимы и те и те цифры это несомненно страшно это трагедия но когда кто-то начинает шарманку про 8 лет вспомните белгородскую область меньше чем за один год теперь что касается мобилизации в прошлом ролике я вам рассказывал про возможность закрытия границ точнее про возможность пропуска через границу по специальному разрешению появилась новая информация по поводу мобилизации издание cnn со ссылкой на источники знакомые с данными разведки сообщили что есть вероятность того что путин начнет новую мобилизацию и что потребуется еще 200 тысяч человек вдобавок к тем которые уже набрали информация это естественно разлетелась по всем пабликам по всем социальным сетям и и начали обсуждать везде начиная с это каналов заканчивая явно радикальными каналами колокольчики несомненно звенят звоночки мы слышим с вами но здесь песков который всю жизнь говорит правду и только правду опроверг данную информацию данные о том что российский президент путин изучает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тысяч человек являются недостоверными то есть песков заявил что мобилизации двухсот тысяч человек не будет про сто девяносто девять тысяч он ничего не сказал и вот мы затронули тему донбасса пропагандисты в конце февраля рассказывали что украинцы будут встречать россиян с цветами и вот как поменялась их риторика слушайте я честно говоря не представляю как ломать через колено западную украину вот я не понимаю там проживает но порядка вот в этих областях там но 10 миллионов человек что что с этими людьми делаем что значит ломать через колено мы их физически не сможем в тюрьму никто не сможет и не надо посадить потому что значит они исповедуют какую-то идею куда мы их куда мы денем эти эти 10 миллионов человек ну что что с ними делать они всегда такими разрушена и восстанавливать они всегда такими были они такими остаются эмоции западной украины которые всегда существовали они теперь распространяются и на центральную украину и на восточную и нам надо работать с этими а как работать с эмоциями ну что-то объяснять как бы выводить как бы выводить на рацию из этих эмоций это очень тяжело и практически невозможно не в вашем я думать что мы можем силовыми способами изменить психологию сейчас украины бесполезно это огромная ошибка это приведет к тому что мы где можно какими-то способами не силовыми эту психологию нет невозможно невозможно потому что у нас кроме выхода кроме репрессивной политики ничего не будет все все услышали эти люди говорили про освобождение и про защиту русского народа сейчас они говорят что людей на этих территориях нужно переубеждать и тут же один из гостей передачи заявляет а кроме репрессивных методов методов-то у нас нет подождите тех людей которых пришли защищать нужно убедить сейчас в том что их нужно защищать и также следом напомню основная мысль российской власти и основная мысль пропаганды заключается в том что все восемь лет шахтеры отстаивали свою землю и она них нападали также пропагандисты отрицали что россия кроме гуманитарной помощи оказывает еще какую-то помощь вы сейчас все понимаете о чем идет речь и вот послушайте что сейчас говорят в передаче вечерний штрибан за язык их явно никто не тянул на сколько бы нас хватило у каждого по рожку максимум по два на две минуты боя на какого подкрепления нет почему донбасс выстоял потому что россия была а почему донбасс пришла россия потому что люди взяли рожки и держали сколько могли то есть у жителей донбасса было по два рожка если бы не пришла россия я так понимаю что речь идет про четырнадцатые пятнадцатые годы то донбасс бы не выстоял а вы же и сами говорили что россии там не был выводы можете сделать сами а мы пока продолжим пригожин попросил володина внести в уголовный кодекс россии статьи о запрете дискредитации участников боевых действий на территории украины в том числе и бывших осужденных володин рассмотрел письмо пригожина и поручил председателям профильных комитетов изучить вопрос о возможности внесения в ука ответственности за дискредитацию добровольцев в том числе заключенных которые согласились поехать в украину ребят я на сто процентов уверен что такой закон будет что он будет принят и с того самого момента когда он вступит в силу нельзя будет плохо говорить про преступников которых посадили в том числе на гигантские сроки 25-27-30 лет за страшнейшие вещи которые они совершили но потом чтобы быстрее выйти на свободу они согласились пойти к пригожину получили возможно какие-то медальки вернулись назад и про них нельзя говорить плохо только хорошо иначе уголовная ответственность а эта новость еще хлеще несколько месяцев назад я вам уже рассказывал что экс-замминистра просвещения ракова признала вину в хищении бюджетных денег в августе она призналась в хищениях 50 миллионов рублей а это свежая новость с пылу жару из печи сми сообщили обвиняемая в мошенничестве марина ракова стала советником главы оси агентство стратегических инициатив это некоммерческая организация которая создана правительством зарплата чиновницы на новом месте составит полтора миллиона рублей в месяц если вам кажется что вы сейчас спите можете себя не щипать вы не спите ну и должны же быть какие-то хорошие новости хочу рассказать вам про успешных россиян самый богатый депутат перми владимир плотников который за 2021 год заработал 221 миллион рублей высказался о необходимости цензуры по его словам не нужно смотреть за забор на то как живут в других странах цитата нам нужны такие активисты у которых голова заточена именно на любовь к своей родине патриотизм который не смотрели бы за забор как там американцы живут или европейцы а знаете кто это это дочка депутата в венеции она и в венеции она и в швейцарии она и в хорватии она и в париже причем на некоторых фотографиях прямо вместе со своим отцом да вот такие люди управляют нашей страной давайте же порадуемся за них что они своим детям могут позволить не только санки и шапку с буквой z но и путешествие с вами были новости с антоном хардиным и я не прощаюсь